Мы на месте. Хорошо. Хорошо, Нонна. Мы вас проверили. Вы чистая. Как вы себя чувствуете? Энергии дополнительные чувствую. Какая-то трансформация внутри меня, легкость появляется. Пока не могу понять, в чем дело. Но чувствую себя очень свободно, спокойно. Отлично. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору. И сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. И я делаю запрос в энергоинформационном поле. И приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Нонны. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Нонны. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Я с радостью приветствую всех, находящихся в этой комнате. Мое имя Ариэль. Вы можете звать меня Ари. Мы приветствуем вас, уважаемая Ари. Меня зовут Влад. Это Вера. Мы сегодня проверяли вашу подопечную Нонну. Перед этим мы ее чистили. И она пожелала задать 10 вопросов своему куратору. Будете ли вы так любезны. Уважаемая Ари, я правильно услышал ваше имя? Да, правильно. Ариэль или Ари, для легкого общения. Ари, очень красивое имя. Благодарю вас. Будете ли вы так любезно, уважаемая Ари, ответить на эти 10 вопросов? Конечно, я с удовольствием отвечу и открою небольшой занавес для моей подопечной. Замечательно. Тогда я начинаю с первого вопроса. Откуда пришла моя душа? Ангельская душа. Отлично. Приветствую. Носовые крылья ты не можешь раскрыть. В тебе тяжесть. Легкость должна присутствовать в Ангеле. Улыбка, внутренняя радость и спокойствие. Только тогда откроются крылья. Ты же чувствуешь комок внутри себя. Давно ли ты улыбалась искренне изнутри? Все это делает тяжесть внутри и вокруг тебя. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Ари. Второй вопрос. На каком уровне находится мое высшее я? Одиннадцатый уровень. Высшего я. Высшее я. Одиннадцатый уровень. Отлично. Третий вопрос. Какое было мое последнее воплощение? Поясните, пожалуйста, вопрос. Последняя жизнь, последнее воплощение, я так понимаю, это жизнь перед жизнью. Она, скорее всего, имела в виду ее последнюю земную жизнь. А что же тогда сейчас? Сейчас последнее воплощение. Абсолютно верно. Мы умеем так задавать вопросы, уважаемая Ари. Я переформулирую этот вопрос. Расскажи, пожалуйста, о моем последнем воплощении на Земле. Хорошо. Будем искать. Нашла. 1842 год. Франция. Госпиталь. Медсестра. Она и сейчас врачом работает. Видимо, не выполнила. В своей задачи по спасению. Да, не выполнила. Вышла замуж и покинула эту работу. Мужчина, солдат, попал в госпиталь, откуда они ушли вместе, которого она потом бросила. Села очень, как это сказать, неприземленная, порхала всю жизнь от одного к другому, ища легкий путь не работать и веселиться, требуя от своих мужей постоянного внимания и экономических затрат на одежду и поездки. С одним из мужей был сын. Родила в 32 года, но ребенка не хотела. Жила в достатке. У ребенка была няня, которую он очень любил. В конце жизни требовала внимания от ребенка и его жены. Умерла в 82 года. Значит, еще и сварливый какой-то характер был, я сейчас увидел, когда она требовала внимания от ребенка и своей жены. Мало. Сама-то она мало внимания давала ребенку. Он больше няни любил. Теперь проясняются картины. Ребенок не чувствовал привязанность к матери. Няня была родней. Но мать в конце жизни требовала внимания, пугая наследством. Ей достался большой дом от мужа. Да. Благодарю вас, уважаемая Ари, за эту информацию. Я надеюсь, она будет полезна. Нони. Мы закончили здесь или вы хотели добавить еще? Закончили. Благодарю вас. Переходим к следующему четвертому вопросу. Нону интересует, сколько раз она воплощалась на Земле? Одиннадцатый раз. Одиннадцатый раз. Благодарю вас. Пятый вопрос. Сколько темной энергии я успела накопить? Двадцать семь. Двадцать семь процентов. Хорошо. Благодарю вас. Идем дальше. Шестой вопрос. Сколько кармических узлов я прошла и сколько осталось? Конкретные кармические узлы ты прошла все, которые поставила для себя. Я сказала конкретные, потому что в правилах Нонны придумывать себе новые. Но я придержу эту информацию и дождусь следующих вопросов. Я благодарю вас, Ари. Идем дальше. Седьмой вопрос. Почему я не худею и что мне делать, чтобы сбросить 30 килограмм лишнего веса? Это вопрос биоробота и содержащейся в нем массы, а также тяжести, которую ты обкладываешь вокруг себя, контролируя все подряд. Тебе нужно отпустить контроль и сосредоточиться на себе, а скорее, правильнее сказать, на глубине внутри себя. Найти радость и улыбку внутри себя. Найти этот свет и выпустить сперва, понять его, а потом выпустить за пределы своего биоробота. Расправить крылья и ощутить эту легкость. Это и есть твоя задача. Но вместо этого ты придумываешь кармические узлы, которые ты с силой, своей энергией, эмоциями проходишь, контролируя этот кармический узел. Все, что тебе нужно, это отпустить контроль и найти свою искру внутри себя, наслаждаясь ей, радуясь ей. И принося в этот мир улыбку и свет ангельской души. Я не уверена, что я ответила на конкретно поставленный вопрос. Но думаю, что твои килограммы после этого, после того, как ты найдешь свой свет и легкость внутри, перестанут волновать тебя или произойдет трансформация энергий в тонких телах, гармонизируя с биороботом, и организм сам предложит выход из ситуации. Например, смена потребляемых продуктов, употребляемой жидкости или другие методы сброса биомассы, подходящие для твоего конкретного биоробота. Благодарю. Благодарю вас, Ари, за этот развернутый ответ. Здесь все понятно, вопросов нет. Я перехожу с вашего разрешения к восьмому вопросу. Сколько лет моей душе? 36 тысяч. 36 тысяч лет. Благодарю вас. Девятый вопрос. На какие органы, имеется в виду биоробот, мне нужно обратить мое внимание, чтобы сохранить здоровье? Сердце и низ живота. Женские органы. Шейные позвонки. Шейные позвонки. Хорошо. Можем дальше идти. Отлично. У нас остался последний десятый вопрос. Что я должна знать важного для моей души, что я еще не спросила? Думаю, что я уже ответила на этот вопрос выше. Самое главное для твоей души — понимать свою легкость, радость и бренность этого мира, в котором вы живете. Как я уже сказала, это я обложила себя тяжестью в виде контроля над всеми и над всем. В работе, в семье, в личной жизни. Отпусти это и загляни вглубь себя. Расслабься. Своё напряжение, оно оказывается на всех твоих телах, включая биоробот. Научись получать и видеть энергии. Попробуй представить ангельский стержень внутри себя. Открой и почувствуй свои крылья и легкость, которую они дают, перенося тебя и поднимая. Тебе многому нужно учиться. Но самое главное — раскрыться самой для себя, внутри, подружиться со своей ангельской душой и дать ей раскрыться, неся свой свет. А теперь я активирую твой ангельский стержень и энергии внутри тебя. Тебе до сих пор трудно раскрыть крылья. Ты должна будешь это сделать, чтобы убрать тяжесть. Может, ты даже чувствуешь какой-то внутренний ком. Раскрой крылья и попробуй применить их. Ты увидишь, как всё исчезнет и придут новые энергии, свежести и обновления, понимания внутри тебя. Это приведёт тебя к новым знаниям, новым встречам и новым целям. Ангельская энергия активирована. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Ария. Мне осталось зачитать заключительные слова Ноны. Спасибо за эту встречу, которую я очень давно искала и, наконец, нашла. Я с огромной благодарностью отношусь ко всем присутствующим, находящимся в данный момент здесь. И сейчас желаю всем вам всех земных и космических благ. Прекрасно. Ещё один нюанс, уважаемая Ария, в этой комнате диагностики существует очень добрая традиция каждому куратору, каждому учителю, с которым мы встречаемся. Мы всегда делаем один определённый подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые только есть на земле. Мы спрашиваем разрешение куратора Арии передать ей этот скромный подарок в знак благодарности за эту встречу, за её помощь и на добрые воспоминания. Это волшебный, прекрасный земной подарок. Я благодарю вас за него. Моя радость разливается и благодарность. Думаю, вы чувствуете её. Благодарю вас за это посещение и вызов меня в вашу комнату. Замечательно. Мы не прощаемся, уважаемая Ария. Если вдруг на каком-то этапе своего развития Ноно захочет встретиться со своим Высшим Я, когда-нибудь задать ему вопросы, мы в этом случае всегда приглашаем куратора и вместе поднимаемся на уровень Высшего Я. Поэтому, позвольте вам сказать, до скорых встреч. Желаем вам всё наилучшего и привет ангельскому миру. Благодарю. Я лишь хотела напомнить, что встреча с Высшим Я идёт после небольшой проработки. У Ноны много домашнего задания. Конечно, не надо торопить события. И осознания полученной информации. Лишь только после небольшой трансформации в связи с полученной информацией я советую встречу с Высшим Я. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Ария. От меня, от Веры и от Ноны. Всего наилучшего и до скорых встреч. Рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Нонна, мы закончили встречу с Вашим куратором Ари. Вы получили ответы на все свои вопросы? У меня слёзы текут. Отлично. Прислушайтесь. Мне надо много пересмотреть и поработать над собой. Верно. Все ответы лежат внутри нас. Работайте и будут Вам открыты все двери. Хорошо. А сейчас, чтобы все эти энергии и информация перешла на физический план, будем Вас возвращать в Вашу систему Биоробот Душа. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Ноны в систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта и поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok